Отправляя чадо в детский ладер, родители рассчитывают на заботу и внимательное отношение к нему воспитателей и вожатых. Хочется, чтобы за 21 день ребенок отдохнул и набрался сил. Увы, действительность бывает жестока. Правоохранители выяснили в оздоровительном ладере «Радуга», что в Вичугском районе к подопечным относились совсем не по-детски. Летом 2018-го директор учреждения превратила одну из комнат жилого корпуса в карцер и туда отправляла на перевоспитание провинившихся подростков. Наказание длилось от нескольких часов до нескольких дней. Как мне стало известно, что появилось такое помещение? Я пришла, мне выстрелила и сказала, собирайте свои шмотки, у нас другие мальчики еще, и идите в карцер. Ты сам сколько раз там был в карцере? Три. Три раза? Первый раз, когда там оказался? Я лежу ко второй смене, а это потом еще на второй, на третий. Как долго ты там находился? Не знаю, семь дней. Ты выходил вообще зато? В туалет, мне поесть и все. В летнем ладере строгого режима отдыхали дети не только из Ивановской, но и соседних областей. Около 500 человек за сезон. Летом 2018-го в «Радугу» приехали воспитанники детского дома из северного региона страны. За малейшую провинность ребят запирали в тесной комнате без окон. Из мебели четыре советских панцирных кровати без матрасов. По данным следствия, директор применяла к несовершеннолетним заключенным физическую силу. Теперь на женщину завели уголовное дело. Потерпевшими по уголовному делу в настоящее время признано 8 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Выясняется, совершались ли в отношении детей другие преступления в период их пребывания в детском лагере. По мнению следователей, о карцерной системе наказания знали и другие работники лагеря, но не препятствовали варварским методам воспитания. О том, сколько всего несовершеннолетних прошло через камеру, можно только догадываться. Женщине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. По одной из них максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, по другой – до 7 лет.